Письмо от Игоря Александровича Крэмор. Своей жене Марии Николаевне Крэмор. Деревня Радумля, Солнечногорского района, Московской области. 16 августа 1943 года. Дорогая Машенька, пока я жив и здоров, участвую в боях. Наша рота 13 августа сопровождала танки. Бежал впереди с винтовкой. Поднимая бойцов, кричал «Вперед, товарищи! Танки остановились!» В числе 12 человек обогнали танки. Под ураганным огнем разминировали поле. И танки пошли дальше. 13 и 14 августа, днем и ночью, в боях. Много пленных фрицев. Заняли много населенных пунктов. Идем вперед. Обнимаю. Целую вас всех крепко, мои дорогие. До свидания. И.А. Крэмор. Игорь Александрович Крэмор был директором школы в деревне Радумля, Солнечногорского района Московской области. В апреле 1942 года был призван на фронт. Воевал на Западном, Прибалтийском, Третьем Белорусском фронтах. Был командиром отделения саперов. Портторгом роты, заместителем секретаря Портбюро части. В феврале 1945 года был ранен под Кёнигсбергом и День Победы встречал в госпитале. Письмо Михаилу Васильевичу Никитину своим родным. Макаровой Клавдии Васильевне в деревню Барвиха. Кунцевского района Московской области. Здравствуйте, родные! Клавдия, тетя Таня, Валя, Надя и все остальные. Шлю вам свой горячий привет и наилучшие пожелания в жизни. Сообщаю, что я жив и здоров. Живу по-старому, как и жил раньше. О себе особенно писать нечего. После госпиталя все время был в боях. Сейчас несколько дней отдыхаем. Снова на большой земле. Пришлось многое увидеть и пережить. Обо мне не беспокойтесь. Одеты мы очень тепло, да и вообще живем весело, несмотря на трудности. Пишите, как живете вы, что нового в Барвихе и что пишет Ваня. Привет всем! Жду ответа от Вали. 3 декабря 1943 года. Михаил Никитин прошел войну. В самом конце был ранен. Умер в мирное время. Жду вы на свиний. Део. Субтитры пала такой. Продолжение следует...